так всем привет ребята с вами левар и сегодня я решил сделать такой видос вот может быть немножко своеобразный но надеюсь будет полезно прошло у нас воскресное гвг слава богу она не багнулась одно из двух на хотя бы так уже хоть что-то вот и я не знаю делали ли какую-то аналитику после тв экземпшены рассматривали косяки свои по крайней мере я когда руководил кланом я всегда такое проводил то есть собрание плов и так далее до просматривал все видосы чтобы увидеть какие-то недочеты но хочется хочется какие-то определенные самые такие жесткие косяки до отметить и возможно ребята посмотрит экземпшенов это видео и это будет им полезно да не только с экземпшена потому что в принципе ошибки очень много многие кланы делают одинаковые поэтому мы сегодня с вами займемся разбором полетов так скажем назовем это видос так разбор полетов после гвг давайте будем смотреть непосредственно само видео да и будем смотреть где какие косяки были я попытаюсь объяснить почему это косяки как это предотвратить и как-то избежать и что нужно было бы сделать ну что же давайте начнем видео буду прокручивать и не буду конечно же там прям весь видос просматривать там на все эти 35 минут по-моему гвг было что-то такое так начало гвг да я непосредственно в кота пачки вот какая моя цель да то есть моя цель моя задача добежать успеть до башен вот и убить башни противника соответственно здесь можно отметить сразу же первую ошибку наших оппонентов до экземпшенов то есть я бегу пусто они никого не пустили то есть достаточно пустить там одного призрака носи на кого-нибудь чтобы мы где-то с ним на центре встретились пересеклись да и чтобы таких вот челиков как я просто останавливать и ловить но я свободненько пробегаю на пэте вот бегут какие-то челики по тэшке они меня не смотрят башни не стоят башни не стоит их только начинает стать вот подбегает танк дает мне шлепок да то есть я первую башню бить не могу я из-за этого откатываю делаю тоже ошибку на него привязку вот и продолжая бить башню мы видим сена да может быть дальше мы увидим никого син видя и даже урон по себе да то есть парни ему пролетело это что как бы есть челик да он продолжает ставить башни прямо при мне это очень большая ошибка человек который должен ставит башню даже меня не пробует что-то мне сделать он просто бы он увидел у них до этого героя то есть челик проставил три башни которые я прекрасно стою и разбиваю сейчас там подлетит уже друид какой-то да вот начали они работать по медали бубу дали откат скиллов вот чтобы хочешь хочешь чтобы хотя бы я не добил третью башню вот но давайте сделаем а паузу на секундочку да и остановимся на этом моменте первый косяк да как я сказал то есть ребята с экземпшенов не пустили по боковым бровкам где-то посередине через горочки никакую разведку чтобы остановить людей которые будут бежать бить башню также соответственно я не видел по карте до чтобы кто-то бежал от них бить наши башни то есть бить башни него вторая ошибка люди которые ставят башни они обязаны чекать миникарту и чекать тэшку то есть на миникарте еще можно где-то не увидеть до эту точечку которая бежит но по тэшке явно видно и они не могут позволить то есть непозволительная роскошь да вот две башни я был один сего да и я слил две башни кто-то был на другой стороне соответственно могли бы слить не две башни могли бы слить 4 башни вообще все башню работать нас скажем трое было бы там стрелок у нас какой-нибудь вот и экземпшен могли лишиться всех башен то есть второй косяк это то что люди которые ставят башни не смотрят не чекают тэшку не смотрят на миникарту если противник добежал ли он и просто сливают башню тут до маленькую оговорочку до башни бьются только когда они строятся для тех кто не знает и дальность скиллов нужно минимум 4 метра то есть ближними скиллами бить башни нельзя то есть синами башни без дальности не срежешь вот раньше усинов на 9 пух и дальность было и сильно хорошо резали башни вот сейчас такого уже нету скорая тут у меня совсем не вовремя едет итак продолжим до разобрали первые моменты что у нас идет дальше по гвг меня при этом оставили то есть до 2 башни слил одну косну вот меня оставили ребята сдв явно вернулись непосредственно к катапати идут наши танки танки уже знают что то есть плк осведомлен что минус 2 башни слева соответственно да мы заходим на левую сторону потому что там остается всего одна башня вот дальше стоит стук правой башни три штуки скажу обусловлю сразу что у нас да в принципе есть на гвг тут тоже да вот момент то есть меня оставили да еще один можно скажем так обусловить вот этот момент то есть нельзя заведомо каких-то умер там дамажных персов до которые могут внести большой профит нельзя их оставлять без внимания то есть заранее должны на такие таргеты даваться указания там не знаю при стуле каком призраку кому-нибудь у кого есть хороший контроль вару например вот данный таргет такой таргет держать постоянно да если он умирает и не может его держать на должен это озвучить потому что профит относится большой да вот то есть меня попросили дать сбитый по вжику давайте посмотрим что у нас происходит идет взбитый по вжику да немножко давайте видео отмотаем чтобы лучше запечатлеть и увидеть этот момент да то есть сены работают по воздуху все нормально сены режут наш саппорт это хорошо это правильно замечательно крайне мере в данной ситуации да то есть пл и саппорт дают информацию что на воздухе мешается вжик идет сбитый от меня то есть да меня бросили хотя фулкатную то есть я на башне откатил все да вот видно у меня иммунка в откате у меня в принципе есть только джим уверенка у меня в откате и что происходит с этой синопачкой мы видим просто вот урон до зефрок минус кто-то еще минус вар минус прист минус да тут вместе с жиком падает рутинь скумбак падают да то есть просто вот пачка воздуха упала с одного сбитого просто потому что оставили вот на минуту 1 до дешного перса да и на этом гвг сразу скажу здесь не было марка не было шкипера то есть счет двух таких профитных персов которые могли бы внести просто но очень-очень хороший урон давайте смотреть дальше то есть третья ошибка еще раз повторимся это то что персонажи которые заведомо известно что могут внести больше профит по урона они просто брошены вот они просто брошены так сами память не изменяя здесь можно промотать здесь каких-то таких явных прямо косяков я не видел вторая кстати если на пачка била явно месяц друидами наши к ты и это достаточно неплохой вариант от экземпшенов то есть у них есть много хороших сенов это их преимущество да в этом плане есть большое количество синчиков не то что они били именно к ты с друидами это нормальная расфасовка то есть что-то тька ты под ноль сейчас когда особенно у друидов стопроцентный нолик это достаточно хорошая вещь так давайте проматывать по чуть-чуть дальше плюс-минус в голове у меня я помню да что по тв следующий вот косяк который можно отметить да пускай видос пока идет это было с наш стороны на вода то есть говорят подымать кату там я допустим озвучиваю что как-то подымаю до отыгрываю ему что поднять кату и вижу что еще два танка подымает уже самую кату в итоге я кату не подымаю подымает другой танка я зря откатил себе иммунку то есть тоже большой минус да то есть минус аптека когда мы стоим и нам тяжко достаточно видите да тут каты падают да и я просто так вот теряю иммуночку давайте побежим дальше что у нас было дальше по видосам потихоньку будем проматывать потихоньку будем проматывать до определенных моментов вот я думаю сейчас будет момент да то есть привязки привязки это очень важная вещь на тв на гвг существует всего три столбика один столбик стоит на вражеских привязках один столбик стоит на своих привязках и третий столбик стоит на боковой дороге у каждого клана по одну по одному столбу это всегда на левой дороге то есть на левой дороге прямо замка там где ставится две башни да там есть столбики столбики убивать очень важно потому что столбики по большому счету выполняют функцию телепорта и противник то есть может перемещаться гораздо быстрее от замка в замку противника за счет этих столбов вот на этом гвг столбы стояли то есть столбу час да вы видите пар на противоположной стороне столба нету давайте немножко отмотаю чуть-чуть вот мы вылетаем да сейчас будет видно вот в правой стороне что столбика экземпшен который идет к экземпшен чтобы они могли привязаться его нету то есть он убит все хорошо а вот экземпшен и свой столбик никого не отправили убить и к нему можно прекрасно привязаться что в принципе все и я и все кто вы видите да подлетают к столбу и привязываются давайте смотреть дальше идут вражеские кат и наши кат и по карте по карте вы можете увидеть наш кат и только подходит к своим привязкам да здесь сейчас у нас идет замес катки идут катки идут танки падают в нолики потому что идут катаны и здесь здесь можно тормознуться да хотя пускай видос идет и не буду нажимать на паузу следующая ошибка если вы даже сейчас назначили каких-то танков основных да сейчас в 2к 20 всем уже не секрет все делают по две катопачки есть ката подбора так вот неважно каких танков вы назначили нести к туда как основных когда вы выходите замка кату должны брать те танки которые и которых есть уверенка то есть даже если это какой-то дрыщевый танк побочный но с уверенкой которому будет проще кинуть завесу бежать под уверенкой чтобы не убили и так далее то к ты должны нести именно эти танки основные танки должны идти на подборе уже и ждать пока у них откатится уверен потому что иначе будет происходить такая ситуация как вы видели что танк просто-напросто упал и как бы толку 0 до сразу надо подбирать кату и бежать к ней рыбаться так челики ушли я подождал откат хирки прожал свиток сейчас спокойненько встану так что у нас тут было дальше я так особо не помню давайте немножко промотаем не хочется чтобы видео было очень очень долгим есть определенные моменты именно по видео про который хотелось бы поговорить то есть что у нас по видео идет идет 15 минуты видоса да это где-то 12 минута гвг экземпшенов остаются только две башни на своей левой дороге на своей правой извиняюсь на левой от замка нво и вот эти вот три последние пред замка вы до три последние пред замка вы и башни вот в этом моменте я не знаю таких моментов был ни один зачем режут именно меня то есть я без к ты до без к ты и меня гораздо проще контролить то есть да с одной стороны как мы уже говорили д дэшный перс которого нужно держать да где-то в контроле кидать не знаю печать вот пока он без катапульты но тратить на него усилие сливать его да то есть но это не совсем правильно не совсем правильно особенно что меня слили я был с яйцами да и тут же встал бежал бафнулся спала несогласка и я здесь уже у вас пацаны вот видно там да еще один синчик бегает режет вот здесь было видно он бегал резал то явно вот это вот синда судя потому что я слышал по тесту обмену этого пати работала пока там вот мы сейчас почему-то он бегал резал просто танка подбора то есть явно еще один минус это то что информация обмена во время не поступало кто у противника с катами то есть ребята с экземпшенов не давали во время инфы кто непосредственно с катами сейчас у него и кого нужно убивать а кого нужно контролить и так далее разбиваем и башенки здесь по моему ничего интересного не было давайте пробежимся немножко вперед где-то здесь должен быть момент который хотелось очень выделить так а ты еще бьют башни замки по моему башни еще стоят до последняя башня упала где-то здесь вот этот вот моментик вот это тут моментик вот она вот она сейчас у экземпшенов в этот момент до остаются всего две башни на их не правой дороге на нашей левой что происходит наши кат и выходят сейчас с левой стороны замка экземпшенов да и должны перейти на правую дорогу смотрите что происходит пачка сенов которая у них должна была бы убивать к ты что они делают причем всей party они начинают бить почему-то меня то есть бьют танка который стоит без кат и который просто идет на выходе да то есть они тратят усилия тратят время посмотрите да то есть здесь стоит целая party и тратить столько времени на то чтобы убить одного танка когда вражеские кат и идут к их ним последним башню это грубая ошибка в этом нету вообще никакого смысла да и опять же мы убили они меня бросили просто мимо меня пробегают да я встал и спокойненько себе бегу дальше то есть какой профит в этом то есть потрачено где-то секунд 30 на то чтобы убить танка до которого как бы который сейчас ничего в принципе не делает то есть он бездействует никого не бьет он просто бежит как бы да за своими катами при этом наши кота уже стали у них на башню да и бьют прекрасно их ней башню я не думаю что этой party дали функционал убивать на гвг ливара это было бы группа вот как сейчас повесить одного синячка чтобы он меня контролил скажем это да вариант но никак не убивать всей party и так ждем сейчас здесь у нас будет очень очень скоро следующий интересный момент который я считаю просто тоже одно из грубейших ошибок которые можно по уровню наверное от 1 до 10 называть десяткой приписать ее к сливу своих башен да то есть началу самого видео что было хорошая сара вот тут залетела дачи реки пацарой мрут под ультой давайте немножко промотаем вперед видео найдем этот момент который нас интересует столбики кстати стояли весь гвг еще раз повторюсь это большой минус столбы на привязках убивать нужно хронически необходимо и обязательно нужно выделять на этого одного человека пусть увидите до столба нету то есть экземпшем привязываться негде наш столбик стоит себе спокойно то есть прорашить если вы как бы не привязались к столбу вражеские привязки тяжело успеть дефом если столб стоит то ты просто своего замка отбил к ты тут же тэпнулся и ты тут же rush вражеские привязки где оппонент регруппается это большой плюс дает тебе но экземпшем этим вообще никак не пользовались это еще раз повторимся да они делали еще хуже не наш стал бы вообще не убивали то есть столбы стояли весь гвг возможно ребята просто забыли про эти столбики да не не уделили внимания итак мы подходим к еще одной грубой ошибки которую мы сейчас увидим разберем и также разберем при какой ситуации как бы такие вещи можно делать при какой ситуации такие вещи вообще в крайне нельзя делать потому что это просто дичь и особенно имея слабые кота какой экземпшенов то дичь в квадрате так у нас две кота стоят да то есть здесь стоит наша атака стоят наши две кат и сейчас мы увидим что будет происходить со стороны оппонента а извиняюсь даже три кота у нас стоят даже три кота у нас стоят так вот однако то упала ее подымают ждем ждем сейчас будет ребята интересный момент и еще раз до повторюсь то есть грубейшая ошибка мы с вами обязательно должны разобрать печать было кстати на гвг не помню мы это дальше увидим пока оставлю это да хочу дождаться этого самого момента где же он у нас где же он у нас так вот она на подходе буквально еще несколько секунд вот ребята смотрим да я тормозну сейчас затемнено немножко да но расскажу чтобы потом обратили внимание на момент да и сперва объясню его а потом вы посмотрите да и прочувствуете всю дичь к этого момента и так вы сейчас видели да наши кат и то есть кота инво стоят на левой своей дороге правая дорога оппонента у оппонента под замком и разбивают две последние башни в какую ошибку допускают управление экземпшенов они пускают свои же кат и по этой же дороге почему это грубейшая ошибка которую делать было в корне нельзя да давайте скажем так у нас на гвг есть нулевая точка что можно назвать нулевая точка мировая точка это точка старта то есть когда два клана только зашли на гвг они начинают идти по центральной дороге друг навстречу другу и вот с этой нулевой точке они вышли где-то посередине встретились произошел стандартный размен то есть к ты пошли вперед дэв оттянулся за ними то есть да вражеский кат идут вперед дэв за ними оттягивается то же самое со стороны оппонента атака начинает давить дэв противника дэв убивает кат и противника и так далее такой расклад нормальный то есть если допустим руководство экземпшенов принимает решение опустить свои кат и по боковой дороге то они должны точно знать что в этот момент вражеские кат и точно также только выходят замка пускай даже по центральной дороге но только выходят здесь же происходит грубейшая ошибка они знают что их не дэв бьет кат и врага на боковой дороге у своего замка их не кат и слиты что это означает они только выходят до кат и экземпшенов только выходят со своего замка это значит что наш дэв который был привязан к столбу на своей привязке сейчас уже на этой привязке и ровно когда их не к ты будут проходить кат и нго дэв его уже будет здесь и получается что они упрощают упростили задачу непосредственно до дэв у него мало того что н вошники не гадают где идут кат и по центру по правой дороге не четко уже увидели заранее знали куда лететь сюда прилетает весь дэв и соответственно кат и экземпшенов физически не могут дойти до своего до вражеского замка и хоть что-то попробовать сделать хоть что-то давайте посмотрим этот момент теперь и увидим это наглядно вот они едут катки вот этот грубейший факт соответственно при нормальном раскладе да если вы видите кат и противника то их нужно задержать кинуть печать кинуть слип реста сесть на эту кату начать ее откатывать сделать максимум чтобы откатить ее прямо у замка прям додушить ее у своего же замка что и происходит кат и врага начинают откатываться тут же им идти длинную дорогу а их уже души тоже атака переключается да пока ждет пока дэв непосредственно подойдет вражеские каткин уже катаны их начинают души часть искать по дороге просто вот здесь он уже вы видите да вот здесь клок ранний угол до 1 кота уже упала то есть она просто вот и близко не то чтобы до середины вообще никуда не доехал уже танк подбора отыграл и мунку он уже бежит танк стал свой замок его продолжают драть и откатывать просто вот здесь эти интересный моментчик да я бью вот этого танка который с уверенкой на full бафе и у него такое ощущение что нету сосок то ли забыл включить то ли я не знаю что но не знаю урон летит слишком большой для того чтобы человек был соск по моему он без сосок вот кинулся вар на помощь тоже грубая ошибка да то есть он кинулся держать одного танка когда там весь дэв противника вот видите да весь дэв его душит кат и авар как бы держит одного оливара на воле вара держит вам непонятно зачем в этой ситуации вот еще один танк экземпшенов упал кату подобрали в итоге к ты до замка соответственно не дошли то есть грубейшая ошибка нельзя было пускать кат и по одной и той же дороге упрощая задачу непосредственно нашей разведки и нашему дэв давайте пойдем дальше идем дальше по видосику по чуть-чуть буду мотать до чтобы сократить время что у нас не было over длинного видео так наши катаре группаются да и у нас произошел у него произошла смена да мне сказали тащить кату произошла смело давайте сейчас промотаем на момент когда я пришел в замок да я уже про это говорил на еще раз повторить очень важно дэв оппонентов должен четко определять кто бежит скаты смотрите да вот столб у нас стоит их не столбик сейчас убивают и пусто мы идем до вражеских привязок и весь замес идет на вражеских привязок тебя вот что значит когда стоят столбы вот что значит отдавать столбы оппоненту то есть до вражеских привязок к ты идут просто вот свободненько как будто бы по бульвару огромный минус не убивать столбики просто огромнейший минус не убивать эти столбы и видите какой факт получается наши кат уже на вражеских привязках а их не к ты только выходят своего замка а у нас здесь и df и атака вот он результат давайте промотаем дальше хочу становиться еще на одном моменте захожу я в замок сейчас остану слева он не работает принимает все хорошо все правильно вроде бьют завеса нолик пролетел мы его увидели отыгрались отцевились ждем сейчас должен быть этот интересный момент так и бахнул уверен q нужно минуту промотать немножко вперед заставка упадет мало еще уверен к 30 секунд давайте еще вперед промотаем так вот вот этот момент давайте его до смотрим даже что пришло на меня кинули печать то есть танк стоит непосредственно скаты и его печатают почему челики не увидели да хотя первый забегал замок было абсолютно четко видно что я забежал первый замок что я был с катой и был который по мне работал до пачки который по мне работал не сообщил ли варска ты не надо его печатать да то есть печать залетела спасибо за сейф пацаны все было хорошо так дальше если мне память изменяет что такого я не видел да и плюс да я нахожусь катах я могу смотреть только от лица кота пачки то и тут гвг подходит концу очень хотелось бы чтобы ребята сексов до проработали потому что в принципе на гвг был неплохо было интересно и здесь в гвг было без бонуса я думаю что гвг с бонусом будет еще более интересным и более потным и это приятно да хочешь чтобы ребята с экземпшенов как можно быстрее дорабатывали свои ошибки исправляли их вот и давали потные хорошие ты вышки всем спасибо ребят надеюсь что этот видос наберет для листа лайкосов да и тогда мы выпустим следующее видео всем заранее спасибо за просмотр и подписываемся на мой канал с вами были вар